друзья всем привет прошла еще одна неделя это означает что вас ожидает очередное видео из австралии из новой зеландии сегодня мы прокатимся по брисбану у нас весна в самом разгаре многие деревья цветут будет очень красиво проедемся мы вдоль речки и до того как мы начнем правильно пожалуйста поставьте свой лак это существенно помогает развивать наш канал и лично мне также будет приятным и так устраивайтесь поудобнее и поехали австралийцам все труднее сводить концы с концами каждый пятый озе испытывает ежедневные стрессы за денег в опросе проведенном среди 3000 человек 46 процентов респондентов сообщили что сталкиваются с финансовыми трудностями как минимум раз в неделю согласно последнем исследовании финансовой компании импи финансовый стресс в австралии достиг самого высокого уровня за последние 10 лет один из трех работающих австралийцев сейчас чувствует себя финансово защищенными по сравнению с каждым вторым в кризисном 2020 году треть австралийцев также отменили подписки на стриминговые сервисы и абонемента спортзала по словам экспертов по жилищному строительству высокие затраты на строительство и нехватка рабочей силы приводят к сокращению числа разрешений на строительство нового жилья по всей австралии по данным австралийского бюро статистики в августе число одобренных проектов строительства домов и квартир сократилось на 6,1 процента по сравнению с июлем и составила почти 14000 но как обычно обвинят во всем мигрантов и студентов якобы из-за них такие высокие цены на жилье новый отчет показал что циклы изменения цены на бензин в крупнейших городах страны удлинились что заставляет водителей платить больше в седнее брисбоне и мельбурне эти циклы длятся от 11 до 68 дней а зс удерживает высокие цены дольше и водители в этих городах платят среднем больше за бензин чем в перте адалаиде дарвине или хобарте обычно полный цикл укладывается в одну неделю например вторник или среда традиционно самые дешевые дни а пятницы и выходные самые дорогие исследование потребительской группы choice показала что большинство популярных автопроизводителей австралии собирают и передают данные водителей от стиля торможения до видеозаписи ки и hyundai собирают голосовые данные в салоне автомобилей передают их компании занимающихся обучением искусственного интеллекта защитники прав потребителей требуют реформа законов для ограничения сбора данных действительно неприятно когда твоя собственная машина шпионит за тобой интересно если такие функции в российском автопроме может быть и место не так и неплохо лучше него что может быть проще водолаиде недавно установленные камеры для выявления использования мобильных телефонов за рулем за первую неделю работа зафиксировали две тысячи пятьсот сорок четыре нарушения а общая сумма штрафа превысила полтора миллиона долларов в северной территории правительство готовит принять новый закон который позволит полиции выписывать штрафы на сумму более 900 долларов и арестовывать тех кто незаконно распивает спиртные напитки в общественных местах пьянство это реальная проблема среди аборигенов в дарвине согласно национальному исследованию здоровья австралийского бюро статистики только шесть половиной процентов австралийцев едят рекомендованные пять порций овощей в день а большинство потребляет менее двух порций отдавая предпочтение ультра обработанным продуктом и это в австралии очень странно а стоимость молока в супермаркетах австралии снижается впервые с 2011 года это произошло на фоне усиленного внимания к практике скидок со стороны двух крупнейших супермаркетов страны волос и calls по словам фермеров снижение цен может стать началом новой ценовой войны на молоко между розничными сетями и поставить под угрозу их доходы прошлом выпуске я рассказывал о том что правительство австралии выделила 30 миллионов долларов на расследование ценообразования в этих двух крупнейших торговых сетях а вы еще не забыли про коронавирус в австралии официально обнаружен новый штамм ковида под названием с два варианта объединились образовав новый подвид омикрона который может стать новым доминирующим типом авиакомпании квантас подтвердила что 800 клиентов стали жертвами кражи бонусных баллов и получение доступа к данным о бронировании в результате мошеннической атаки со стороны третьих лиц квантас принесла извинения за мошенническую деятельность которая предположительно исходила от недобросовестных сторонних подрядчиков работающих в аэропорту индии сообщается чтобы течке данных оказались замешаны несколько авиакомпаний по всему миру вот так дешевые рабочие силы потому дешевый что предполагает большие риски а еще квантас была оштрафована на 100 миллионов долларов за обман клиентов при бронировании рейса на судебном заседании выяснилось что старшие менеджеры частично знали об этом вот очень интересная судебная формулировка частично знать об этом это как быть немножко беременным очень странно и так компания признала что вводила клиентов заблуждение продолжая продавать билеты и задерживая уведомления об отмене рейсов а скандал было более года назад когда авиакомпания продавала билета уже на не существующие рейсы и вообще репутация квантас третий год подряд переживает серьезный турбулентность 25-летний житель мельбурна будет приговорен к тюремному заключению за публичное выполнение нацистского приветствия он стал первым человеком осужденным за нарушение новых законов которые запрещают нацистское приветствие штате виктория судья заявил что пока не может определить срок тюремного заключения в западной австралии обнаружили что половина товаров для хэллоуина купольных онлайн нарушает австралийские законы о безопасности красавчик ничего не скажешь очень похож на моего бывшего школьного учителя хэллоуин становится все популярным в австралии эксперт отмечает что благодаря социальным сетям и влияние американской культуры его коммерческий потенциал находится сейчас на пике но отлично я не фанат пожалуйста напишите в комментариях как вы воспринимаете этот шабаш ожидается что ближайшие месяцы стоимость шоколада резко вырастет цены на какао были высокими в этом году из-за проблем с производством западной африки в общем закончилась у нас сладкая жизнь новость из новой зеландии резервный банк снизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4,75 до самого низкого уровня за последние 18 месяцев и снижение было оправдано замедлением инфляции и спадом в экономике резервный банк новой зеландии заявляет что размер и скорость будущих сокращений будет определяться состоянием экономики health new zealand планирует сократить число главных врачей с 18 до 14 по всей стране союз главных врачей предупреждает что это может привести к уменьшению числа ключевых руководящих позиций отвечающих за безопасность пациентов в больницах правительство продлевает срок действий иностранных прав с 12 до 18 месяцев и за очередей на экзамены министр транспорта обвинил прежнее правительство задержках вызванных отменной платы за пересдачу продление начнется в середине ноября и продлится в течение двух лет цель мероприятия сократить ожидание экзаменов до 30 дней сейчас она составляет от 35 до 46 дней модернизация системы идентификации мигрантов на сумму 35 миллионов долларов отложено на 6 месяцев и обойдется дополнительной полтора миллиона долларов которые будут покрыты за счет визовых сборов обновление биометрической системы должно было повысить эффективность и безопасность за счет улучшения автоматических проверок биометрической информации например по фотографии в настоящее время 15 процентов проверок выполняется сотрудниками поскольку системы не могут точно определить соответствие фотографий существующей миграционной записи три университета новой зеландии потеряли позиции в одной из главных международных университетских таблиц окландский университет спустился на два пункта в рейтинге time-high education на 2025 года и занял 152 место впервые выпав из числа 150 лучших вузов университета тогда спустился на 50 место что является его самой низкой позиции в рейтинговой таблице в то время как университет линкольна спустился на 100 позиций но мы возвращаемся в австралию частный остров на севере куэссанда выставлен на продажу за 15 миллионов долларов остров тимона также известны как остров торп расположен между керсом и таунсвиллом на острове 15 гектаров тропического леса частный пляж и пляжные хижины 15 миллионов всего-то стоимость хорошего дома в престижном районе сиднея я от самого опасного паука обитающего в окраинах сиднея фанал веб может помочь в лечении сердечных приступов у пациентов после трансплантации органов исследователи из университета куэссанда обнаружили что молекула в яде может защитить сердце во время сердечных приступов на основе этого яд разработан революционный препарат который может спасти тысячи жизней ежегодно яд этих пауков очень ценен и не только для приготовления сыворотки но и для медицинских целей и последний спиртение случай от укуса зарегистрирован в конце 70-х годов пять кашалот выбросились на пляж острова флиндерс и погибли несмотря на попытки их спасти в это время выбросы кетов на берег а не редкость в водах тасмане а пляж остается закрытым до дальнейшего уведомления у погибших животных берутся образцы для исследовательских целей 1 в куинсланди фабрика по переработке солнечных панелей способны разбирать их до основных материалов начала свою работу завод пан пацифик на южной окраине бризбана планирует разбирать 240 тысяч панелей в год 30 тысяч из которых является частью пилотной программы совета по умной энергетике финансируем правительством куинсланда обычный срок службы солнечных панелей составляет около 30 лет утилизация стоит 28 долларов в то время как стоимость захоронения составляет всего лишь полтора доллара за модуль солнечные панели содержат редкие дорогие элементы такие как галий и индий а также опасны например как камди и свинец переработка позволяет сберегать редкие драгоценные элементы и применять их в новых панелях согласно новому исследованию австралийского национального университета в ходе которого были проанализированы на тенденция долголетия в 6 англоязычных странах продолжительность жизни австралийцев младше 50 лет снижается в то время как у старших возрастных групп особенно пожилых мужчин увеличивается интересно в чем причина как вы думаете напишите в комментариях тысячи пациентов смогут получить медицинскую помощь на дому благодаря решению правительства новой южной уэлсы которые направлены на сокращение времени ожидания в больницах программа под названием больницы на дому получит дополнительно 30 миллионов долларов что позволит лечить дополнительно три с половиной тысячи пациентов в год в прошлом году в рамках программы уже прошли лечение 5300 пациентов что позволило сократить сроки их пребывания в больницах и выписать их когда это было возможно для продолжения лечения дома самый большой трактор в мире был официально представлен в каран мая в западной австралии статуя является копией трактора chamberlain 40 кей который играл важную роль в истории сельского хозяйства штата местные жители надеются что этот памятник привлечет посетителей из разных уголков страны и мира и лично меня эта новость порадовала в 80 90-х годах прошлого века в австралии была целая культура больших вещей я уже вам показывал и большой банан и большого мериноса большое яблоко а есть еще и большая гитара большой сапог большой ананас креветка однако эту культуру стала уходить в прошлое и вот теперь есть большой трактор да еще самый большой в мире здорово профессиональный велосипедист лаклан мортон завершил свой пробег в 14 200 километров вокруг австралии который совершил за 30 дней 9 часов и 59 минут и этот велосипедист из нового южного уэлса побил предыдущий рекорд на 7 дней на железнодорожной станции козула в юго-западной части седнея был замечен неожиданный пушистый гость симпатичная коала попала в объективы камер наблюдения гуляя по пустой платформе поздно ночью полицейские новой южного уэлса прибыли около 4 30 утра и ловить коалу не пришлось она сама забралась на забор и затем на ближайший дерево ну друзья таковые новости из австралии за эту неделю надеюсь они вам понравились не забывайте о наших телеграм-ресурсах о группе по миграции о нашем новостном канале а также группе для тех кто хочет переехать в австралию через образовательную программу также заходите на наш сайт там постоянно обновляется новости вы можете увидеть все предложения которые осуществляет наша компания мы конечно заходите на нашу инстаграм страничку да еще у нас в телеграме есть группа где вы можете ознакомиться самыми последними вакансиями по которым можете приехать в австралию по рабочей визе а я желаю вам всего самого лучшего и до встречи в следующих видео удачи друзья пока